В конце выпуска о спорте. Успешный дебют чебоксарской спортсменки на Кубке мира по кикбоксингу. Ирина Спиридонова завоевала бронзовую медаль среди женщин весовой категории до 70 килограмм. Соревнования с участием двух с половиной тысяч сильнейших спортсменов из 30 стран мира прошли в середине ноября в столице Франции. Турнир проходил в рамках мирового фестиваля единоборств, где было представлено очень много видов боевых искусств. В Париж приехали сильнейшие бойцы со всего мира. Немаловажно, что женские команды особенно поражали своей подготовкой. Бои проходили напряженно и очень зрелищно. Выступая в разделе «Фулл контакт», воспитанница Чебоксарского дворца детского и юношеского творчества Ирина Спиридонова завоевала бронзу, уступив представительницам Англии и Узбекистана. Медаль, несмотря на то, что она бронзовая, она есть медаль, поэтому ощущения положительные, соответственно, радость. Ну, немножко был момент огорчения, потому что знаю, что могла бы выиграть. Но не доработала, не дотянула в какой-то момент. Мои соперницы, в частности, они были очень сильные. Каждая соперница и вообще каждый спортсмен достоин уважения и заслуживает победы, если он старается. Ирина Спиридонова вышла на ринг после длительного перерыва. Теперь ей приходится целые дни проводить на тренировках. Ведь впереди еще много престижных соревнований. Ассоциация кикбоксинга Чувашии возлагает на нее большие надежды. Большой скачок вперед для развития кикбоксингов в Чувашской республике, потому что соревнования подобного уровня, конечно, помогают увидеть мировой класс спортсменов, познакомить их с нашими бойцами. Поездка я доволен лично, я доволен результатом, потому что результат, я скажу, удовлетворительный, потому что есть медаль. Конечно, жалко и обидно, что она не золотая, потому что у нас планки очень высокие, мы стремимся только к первым местам, завоевывать только золото. Но Ирина, она спортсмен очень сильный, давно занимается, очень опытный спортсмен. И я жду от нее больших побед, но я думаю, что это не последняя медаль, которую она заработала, будут медали еще и с турниров рангом повыше. Теперь Ирине в начале декабря предстоит еще раз проверить себя на турнире, который проводит Ассоциация кикбоксинга Чувашии в Чебоксарах, а затем на чемпионате России. Не за горами и международные состязания. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.